Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ярко, напряженно, интересно, интересно, как и сейчас, например, когда на третьей минуте этого матча Сергей Махов уже обязан был открывать счет. Получил великолепную передачу он от Дениса Барсукова. И что там помешало Сергею забить, непонятно. Но счет у нас остается прежний 0-0. Денис Барсуков тут же проверяет галкипера. Галкипер в порядке. Ну а на 10-й минуте мы пропускаем после второго удара по нашим воротам. Даже вот проморгали мы этот момент. Не ожидали, что так все получится. Но вот удар по нашим воротам и счет в этом матче открыт. Футболисты премиума вышли вперед. Футболисты премиума бегут вперед. И футболисты премиума огорчают Никиту Жвецова второй раз уже на 12-й минуте этого матча. 2-0. Вот такие вот события. Стремительным образом развиваются на этом стадионе. В этом матче Сергеевцы вышли явными фаворитами. Сергеевская команда хотела победить. И хочет сейчас победить. Но едва третий мяч мы не пропустили. Никита Жвецов оказался статистом в этой ситуации. И, ну что ж, констатируем, что у футбольного клуба Сергеев пока ничего не получается. Хотя, может быть, сейчас Евгений Веденин. Я, кстати, состав не озвучил. Потому что гол забили быстрые футболисты премиума. Состав футбольного клуба Сергеев. Давайте я вам сейчас его назову. Итак, у нас Никита Жвецов в воротах. Даня, далее Денис Малешко, девятнадцатый. Владислав Лемков, девяносто седьмой. Павел Купряев, пятидесятый. Павел Минеев, одиннадцатый. Сергей Махов, девятый. Денис Барсуков, семнадцатый. Максим Якушев, двенадцатый. Кирилл Григорьев, капитан команды. Двадцать третий. Евгений Веденин, шестьдесят третий. И Даниил Бондарев, семьдесят седьмой. Даниил Бондарев у нас сегодня в нападении вместе с Кириллом Григорьевым. Ожидаем каких-то действий от наших футболистов. И вот сейчас Даниил Бондарев мог сократить отставание. Великолепная была возможность у семьдесят седьмого номера. Голкипер ошибся в очередной раз. Голкипер явно не выглядит какой-то непробивной стеной. А сейчас Денис Барсуков один был перед воротами. И время у него на принятие решений было. Но решил пробить сходу, а удар совсем у него не получился. Если бы принял, тогда, конечно, ну, два-один был бы наверняка. Даниил Бондарев удар в ближний угол. Футболисты Сергевска имеют преимущество футболисты Сергевска. Много атакуют, но опасно атакуют как раз игроки премиума. Потому что, если говорить откровенно, сейчас вот этот вот футболист под 26 номером нас откровенно простил. Как, собственно, в предыдущем эпизоде. Поэтому счет мог быть 4-0. Но вот здесь под занвес первого тайма пенальти назначается ворота премиума. И Сергей Махов подходит к мячу. Хорошая возможность. Удар поворотом. И голкипер играет великолепно. Просто здорово сыграл вратарь. Как потом сказал Сергей Махов, он сначала хотел бить в один угол. Потом, когда разбегался, передумал. Решил пробить в другой. Ну и вот. Вот как раз на повторе мы видим, в чему все это привело. Друзья, нельзя менять решение перед пробитием пенальти. Ну и первый тайм у нас на этом завершен. Сергей Махов сразу реагирует на то, что он не забил пенальти. А как реагирует вот таким вот подобным образом? Избавляется от обуви одной и меняет ее на другую. Ну что ж. Первый тайм. И мы 0-2 горим. И упустили хорошие, упустили шансы. Итак, второй тайм матча премиум Кенель футбольный клуб Сергеевск. Пока премиум выигрывает 2-0. На 10-12 минутах два мяча побывали в воротах Никита Швецова. Наша команда могла ответить. И много хороших атак проводила. И удары наносили футболисты. И Сергей Махов пенальти не забил. Поэтому грех жаловаться на возможность созидания. Но вот на реализацию с ней пока настоящая беда. Денис Барсуков и зачем он обрабатывал лишний раз. Когда мог бить сразу. И тогда, конечно, могли быть какие-то шансы. Влад Лемков выцарапывает мяч. И снова позиционное нападение в исполнении футбольного клуба Сергеевск. Мы с первых минут демонстрируем полную решимость. К тому, чтобы наконец-то отыграться. К тому, чтобы забить хотя бы один мяч. А там как пойдет. Максим Якушев сейчас с мячом. Передача. На Дениса Малешко. Денис Малешко. Удар. Но мяч совсем как-то не получился. Удар у нашего 19-го номера. А футболисты премиума сейчас, ну, собственно, они всей командой отошли в оборону. И уповают на свое самое эффективное оружие. Это на быстрой контратаке. И на своих вот форвардов, которые бьют сильно. И точно. Павел Минеев назад адресует мяч вратарю. И Никита Швецов допускает ошибку. Которая затем, я уверен, будет много-много лет приходить ему в кошмарных снах. Ошибка а-ля Робинсон. Никита Швецов словно голкипер сборной Англии в матче с Хорватии. Пропустил мяч. И мы проигрываем уже 0-3. Ну, там и Павел Минеев, конечно, отжег по-настоящему. Потому что возвращать голкиперу, направляя мяч в створ-ворот. Ну, этому, вы знаете, ну, учат же. Ну, нельзя же так. Ну, нельзя же так делать. Ну, а Никита Швецов, ну, с кем такое не бывает. И сразу уходит. Выходит голкипер. До этого он сыграл 3 матча на 0. Сегодня пропустил 3 мяча. Ну, ничего, бывает. Дмитрий Семенов у нас выходит в раму. Дмитрий Семенов молодой перспективный голкипер. Конечно, не без изъянов. Это однозначно. Но, по крайней мере, очень перспективный. И Перекладина. Даже дважды. Вот так вот Перекладина сейчас спасла футбольный клуб Сергис. Хотя там, походу, мяч пролетал. Если бы... Ну, я не знаю, что было бы, если мяч пролетел, летел створ ворот. Сумел бы Дмитрий Семенов там его парировать. Надеюсь, что да. Денис Малешко! Отличный был сейчас выход. Отличная, великолепная возможность у Дениса Малешко. Сразу вспоминаем, как мы проиграли лучу из красного яра с отсчетом 1-9. Единственный мяч у нас забил Денис Малешко. Вот если бы он сейчас забил, то можно было бы проводить какие-то параллели. Ну, а пока футболисты Кенельского премиума сейчас перешли на нашу половину поля. Причем позиционные атаки ведут желтые. И удар по воротам. Удар! Вот так вот в ближний угол и мяч от штанги. И 4-0. Даже сетка не удержала. Футбольный снаряд. 4-0. В пользу премиума. Ну, что здесь еще скажешь? В том году мы проиграли здесь 4-7. В этот раз, если бы мы забили столько же, как и в прошлом году, мы бы однозначно не проиграли. Но мы пока не забили нисколько. И шансы, вы знаете, после того, как счет стал 0-3, как-то откровенно поугасли. У нашей команды глаза потухли. Да, погода очень жаркая. Да, конечно, поле кочковатое, цветущее. Но, собственно, поляна-то для всех одинаковая. Однозначно, хорошей была сейчас передача, наконец-то, на Сергея Махова. Вот таких бы вот передач побольше. Ну, а сейчас Данил Бондарев исполняет стандарт. Сейчас расчехлил пушку Данил Бондарев. И отправил снаряд совсем уж не точно. Влад Лимков. Заблокировали его. Сейчас игроки премиума. Ну, а вот так вот под шумок кенельские футболисты могли нам и пятый мяч забить. И сейчас они в нападении идут. И шансов нам никаких не дают. Однозначно мы этот матч проиграли. Ну, а кенельский премиум наберет 6 очков турнирной таблицы. Что, собственно, не позволит им уйти с последнего места. Уходит у нас Максим Якушев. Напоминаем, что в другой обуви уже проводит эту встречу. Сергей Махов. Сергей Махов, который не забил 11-метровый удар. И не везет Сергеевску. Ну, вот сейчас бы забить Вадим Егоров. Он вышел на замену вместо Максима Якушева как раз. Данил Бондарев. Данил Бондарев сейчас с мячом. По левому флангу. Вот такой вот финт Данила Бондарева. Ни к чему не привел. А здесь возможность у хозяев на последних минутах матча организовать очередную контратаку. И доставить нам огромнейшие просто неприятности. Их и так уже более чем достаточно. Удары Дмитрия Семенов. Сложный был мяч. Отскок от земли. Но Дмитрий Семенов с ним справился. И сейчас наш голкипер сыграл надежно. Да, на последних минутах футболисты премиум все чаще и чаще находятся. На нашей половине поля. Это говорит еще о том, что и у Сергеевска, собственно, все эмоциональные какие-то запалы давным-давно улетучились. Владислав Лемков возвращается к своим воротам. Уже последние минуты этого матча идет. Данил Бондарев пробивал. И снова сейчас наши с мячом. Сергей Махов вперед на Данила Бондарева. Данил Бондарев обыгрывает одного. Второго он перед ворот. Имя вратаря-то не сумел переиграть. И финальный свисток вот на этом. Эта игра и завершена. Да, Данил Бондарев не забил, как, собственно, и вся команда. Ни Сергей Махов, ни Денис Малешко. И мы проиграли 0-4. Ну, что здесь делаешь? Это футбол, эта игра, такое бывает. Куда без неудач-то? Ну, не знаю, просто физически, наверное, не готовы были, перегорели. Просто не смогли, команда сильнее была, и все, Кенеля. Поэтому проиграли. В конце первого тайма при счете 2-0 мы их поддавили. Там про моментов пять подряд создали. И тут пенальти еще как раз надо было, наверное, забивать. И тогда, может, что-то получилось бы, поменяли бы. Потому что команда Кенеля просела в этот момент. В конце первого тайма надо было забивать. Мы просто не реализовали момент. И все. Какое-то проклятие у нас команды на пенальти. Сколько не били пенальти, ни у кого почему-то не получаете забить. Сегодня я решил. Ну, не получилось. Не знаю, наверное, из-за того, что передумал перед ударом уже. Сначала хотел в один угол, потом передумал, пробил в другой угол. Не знаю, что сказать. Хочу извиняться просто перед командой за то, что при счете 0-2. Не забил пенальти, мог скратить это отставание. Там игра повернулась в другой рост, я думаю. У всех бывают ошибки. Тем более молодой, поле такое, то есть качкообразное. Но бывает ничего, никто не ругает его за это. То есть дальнейшее будет исправить, короче, свои ошибки. Результаты доигранных матчей. Премиум выиграл 4-0. Восход из Большой Черниговки одолел футбольный клуб Кошки со счетом 2-1. Там была борьба, настоящая жаркая борьба. Кошки могли отнять очки, но не получилось. Ну и Ника переграл их в россиянскую звезду в родных стенах со счетом 5-2. Положение каунт-турнирной таблицы. Ника уходит в отрыв. У команды 31 очко и уже плюс 6 от футбольного клуба Сергеевск. На наше счастье звезда проиграла, поэтому звезда к нам не приблизилась. Также 4 очка разницы, но борьба за медали будет жаркой однозначно, друзья. Ну а премиум 6 очков. Ну и вспоминаем фрагмент этого матча. На 10-й минуте мы пропускаем мяч. Далее спустя 2 минуты вот такая вот стремительная атака. Что делала наша защита непонятно. Никита Швецов в полупозиции. 2-0. На последних минутах первого тайма Сергей Махов пробил. С пенальти пробил так, как бы он больше никогда не хотел бы пробивать. Ну а далее Павел Минеев отдал передачу. Никите Швецову такую, что больше, наверное, он никогда назад мяч возвращать не будет. 0-3. Мы проиграли в начале второго тайма. Ну и Дмитрий Семенов пропустил четвертый гол. Таким образом мы проиграли 0-4. Сергей Махов менял обувь, но это не помогло. И на этом все, друзья. Посмотрим, что будет дальше. Субтитры подогнал «Симон»